Учитель общества знания из Дубасар вошла в сотню лучших учителей России и стран СНГ. Наталья Кривошеева приняла участие в международной олимпиаде, которую провел Пермский кампус высшей школы экономики. Владимир Хорошилов с подробностями. 26 лет педагогического стажа, из них 18 работа в городской гимназии. Наталья Кривошеева, учитель общества знания из Дубасар, не так давно решилась проверить свои силы на престижной олимпиаде для учителей. Наталья, как бы сказали в спорте, удачно дебютировала на международной арене. Мои ученики и их родители, было тоже очень неожиданно, они в Вайбере поздравляли, желали, искренне радовались, было очень приятно. Это была 13-я по счету международная олимпиада для учителей. Она же объединила 8 тысяч педагогов из разных стран. В этом году только учителей общества знания участвовало свыше тысячи. Вспомните тот момент, свои эмоции, когда вы узнали свой результат? Ну, конечно, радость. Неожиданность и радость, потому что все-таки достаточно большое количество человек принимало участие, всего 1305 человек. Поэтому, конечно, когда ты видишь свою фамилию на 15-й строке и указано название государства, в котором ты проживаешь, Приднестровье, именно Приднестровье, номинование учебного заведения, в котором я столько лет работаю, конечно, это радостно и приятно. Олимпиада предполагает два этапа. Первый – дистанционный. Второй – когда учителя приезжают участвовать лично. Но в этом году по понятным причинам второй тур тоже провели онлайн. Участникам дали 100 минут на решение сложных заданий. За каждым учителем – видео и аудио наблюдения. Многие не справились, их дисквалифицировали. У Натальи все получилось. 15-е место в своей дисциплине и попадание в топ-100 лучших учителей России и СНГ. Сейчас, когда все испытания позади, Наталья Кривошеева за успех благодарит прежде всего свою маму. Решающим словом было слово моей мамы, совет моей мамы. Она педагог по образованию, поэтому она все-таки настояла на том, что я приняла участие. Я, честно говоря, конечно же, сомневалась. Нужно, не нужно, потому что в связи с дистанционным обучением большая нагрузка. Такой непривычный формат работы для нас был в этом году, в сентябре, да и все остальные месяцы. Поэтому, конечно, у меня были большие сомнения – нужно, не нужно. Но вот все-таки ее совет был решающим. Нашему педагогу вручили ценное удостоверение о повышении квалификации. Это событие совпало с днем рождения Дубасарской гимназии номер один – 125 лет. Глава района, выпускник этой же гимназии, сегодня поздравил учителей и вручил почетные грамоты от президента. Пожелать и дальше школе развития хороших выпускников, самых лучших выпускников, потому что именно наша школа, первая школа, ныне гимназия, в которой я учился, сейчас учатся мои дети. Я думаю, и внуки, и правнуки будут учиться. А самое лучшее образование – это Дубасарская гимназия номер один. У вас с праздником! После вручения наград снова за работу. Отдыхать некогда. Сегодня по расписанию еще два дистанционных урока по истории и обществознанию. Владимир Хорошилов, Дмитрий Агаткин, ТСВ.